Спасибо, что остались с нами. Это информбюро программа чистых новостей. Гриф пополнения в рядах хвостатых, рогатых и пушистых обитателей Ставропольского зоопарка пополнением. С новоселами и новорожденными пообщался Алексей Форсиков. Ставропольский зоопарк, хотя и не может, похвататься большой площадью, зато коллекция животных в нем другим зоопаркам на зависть. Здесь живут волки, молодая рысь, семья страусов и львов, кабаны, дикие утки, много других птиц. А недавно коллекция пополнилась еще несколькими животными. Самое большое, с точки зрения размеров приобретения, веселый верблюд по кличке Яша, который все время танцует. К небольшому козьему стаду, живущему в просторном вольере, поселили самца кавказского тура. С козлом-старожилом они вначале, конечно, бодались, но сейчас живут мирно. Еще один новосел – самка дальневосточного леопарда. Об этой настоящей удаче для зоопарка рассказал его директор Александр Мироненко. Это очень редкий вид, вы знаете, это единственное животное, которое занесено в красную книгу первой категории. И была разработана совместная программа по защите данного вида животных. Ну вот теперь будем надеяться, мы сможем предложить другим зоопаркам малыши, когда будут у нас. Сама маркиза, а именно так зовут эту большую кошку, на публику пока не выходит. К новому месту не привыкла. Но и это еще не все. Это, пожалуй, самый веселый и беспокойный новосел Ставропольского зоопарка. Маленький медвежонок. Официально он зовется Умка, а дети, которого я очень полюбили, называют его просто Пух. Ему всего шесть месяцев. Весит он немного, и несмотря на веселый нрав, зверские замашки в нем уже проявляются. Когда его забрали у матери, в зоопарке его стали кормить простым детским питанием и выболивать на поводке. Он настоящий любимец публики, но главный человек в его молодой недвиженной жизни Юрий, который работает и с хищниками, а для Умки стал настоящим приемным папой. Когда Умка станет постарше, его наверняка оставят в зоопарке. Вот только пообщаться с ним так близко уже вряд ли получится. Алексей Фортиков, Андрей Чернов, Информбюро.